В настоящий момент в Ленинском центре занятости населения 400 человек официально признано безработными. Еще 500 обратились в центр с целью найти работу. Но, как показывает практика, большинство предпочитают делать это самостоятельно. Прежде всего для них и проводятся подобные мероприятия. Не обязательно иметь статус безработного, чтобы посетить ярмарку вакансий. Любой гражданин, даже пенсионер, может прийти и что-то себе попробовать подыскать. Примерно 30% посетителей – люди трудоустроенные. Причин, по которым они решили сменить место работы, великое множество. От желания приобрести новую профессию до переезда в новый дом. Я здесь квартиру купила в Видном, в Зеленой Алине. И вот эта смена места жительства, дальние переезды, они мне, наверное, уже ни к чему. Поэтому мне хотелось найти работу в Видном. Главное преимущество такого формата поиска работы перед традиционными – это возможность напрямую пообщаться с представителями работодателя. Жизненные ситуации случаются разные. Здесь готовы выслушать слискателя и помочь найти подходящий именно ему вариант работы. Мы трудовая, если мы и корочки, то, что я там участвую. А у вас трудовая вообще нет? Нет, у меня есть. Нет то, что я работал на заводе. То есть и трудовая пропала, и то, что я там в тропочке, с леса. Ярмарки проводятся ежемесячно. Обычно в них участвуют представители 20-30 организаций. Среди них как госучреждения, так и коммерческие структуры. Выбор вакансий весьма широк – от инженеров и преподавателей в дошкольных учреждениях до разнорабочих и дворников. Многие профессии предполагают дополнительное обучение, причем за счет работодателя. У нас в основном профессия производства, так как у нас производство, да, основным нам требуются контролеры, водовщики, упаковщицы, операторы станков. Вот, график работы у нас с ночными сменами как бы не всем удобен, да, потому что у нас круглосуточное производство. А так, ну, все с обучением. К сожалению, не все могут найти здесь работу по профилю. Дмитрий Астафуров – юрист, имеет трудовой стаж. Походив между столами, где выложены списки с вакансиями, пообщавшись с представителями работодателей, он уходит с этой ярмарки ни с чем. Дело в том, что я имею высшее юридическое образование, МГУА имени Кутафина, имею даже некоторый опыт работы. Но на данный момент на ярмарке совершенно отсутствуют юридические вакансии. Специалисты Ленинского центра занятости отмечают, что подобные ярмарки с каждым разом посещают все больше соискателей. А вот с работодателями часто случаются проблемы. За вот этот год было порядок сокращения штатов в организации. И вот поэтому, как говорится, даже работодатели на ярмарку не приезжают, потому что у них вакансии нет. Тем не менее, список профессий, которые необходимы на предприятиях и в организациях Ленинского района, насчитывает несколько тысяч позиций. Как говорится, было бы желание, без работы не останешься. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.